Приветствую всех! Уже практически то время, когда в магазинах можно купить новинку звезды в масштабе 1.35 – танк Шерман. Я тут подумал, что самое время дособрать свой Шерман только в маленьком масштабе, в 1.100, который я покупал по цене около двух сотен рублей. Собирается без клея, но я все-таки модель проклеивал для большей надежности, немного шпатлевал и даже производил некоторые доработочки. Да, кстати, напишите, стоит ли собирать новый Шерман в 35 масштабе. Что бы я хотел последнее доработать в этой модельке, это сделать защиту фар и сами фары, но фары приклею в конце сборки и покраски. Защиту для фар сделаем из полосочек офисной бумаги. Отрезаю по полосочкам и приклеиваю на суперклей гель. В конце защиту для прочности промазал тем же суперклеем. Фары, как я и говорил, приклею в конце покраски. Буду использовать от фирмы Эльф. Подойдут самые маленькие фары. По сути, на этом сборка модели закончена. Кто хочет посмотреть, как ее собирал целиком и дорабатывал, советую посмотреть предыдущую серию. Она будет где-то внизу по ссылочкам. Для удобства покраски модель разберу на части. Ну что ж, пора красить. Давайте попробую показать вам свою обычную пошаговую покраску аэрографом. Без особых наворотов. Начинаю обезжиривание модели. Как вариант, Уайт Спирит Тикурила 1050. Это удобный, неплохой способ обезжиривания модели при наличии аэрографа. Вторым шагом грунтовка. Применяю акрил-полиуретановый грунт от Вальехо. В красно-коричневом цвете. Цвете настоящей немецкой грунтовки. За несколько проходов укрываю целиком каждую деталь. По итогу грунтования можно посмотреть, какие косяки остались с предыдущих этапов сборки. В целом, все прилично. Только на корпусе надо заделать несколько микрощелей на стыках панелей брони. Это мы зальем шпатлевочкой. По башне и гусеницам все неплохо. Третий шаг. Крашу модель в 2-3 слоя базовым цветом. Это у нас будет Olive Drap и немного European Green. Закрашивать модель базовым цветом необходимо не спеша. И тщательно прокрашивая все детали, чтобы не оставалось непрокрашенных мест. Но и заливать модель тоже не стоит. Далее, по желанию, можно сделать небольшую цветомодуляцию. То есть переходы оттенков базового цвета. Я добавил немного белого в базовый цвет и чуть подсветлил некоторые места, которые на свету в реальности кажутся более светлыми и бликуют в первую очередь. Можно применить кусок картонки, чтобы сделать более контрастные переходы, но менее реалистичные. Еще более светлый оттенок базового цвета, но здесь я уже буду применять тонкую кисточку. Выделяю мелкий рельеф модели. Конечно, с этим и смывка хорошо справляется, но так будет еще красивее. Следующий этап потребует терпения. Это прокрашивание разной мелочевки. Топорик, колопатки, пулемета и всего прочего. Затем можно покрасить и гусеничные ленты. Кисть использую очень мелкую, с номером 00 или меньше. Только с помощью такой кисти можно действительно аккуратно красить мелочевку. Готово. Теперь защитил всю проделанную работу глянцевым лаком от того же вальеха. И подготовил поверхность для смывки тем самым. И декали, если такие будут приклеиваться. Наношу немного смывки по всем стыкам и щелям. После подсыхания смывки стираем ее излишки ватной палочкой. Ну, вы это и сами знаете. Смотрится гораздо лучше. Поскольку декали для сотого масштаба мне добыть довольно проблематично, я решил нарисовать свои собственные от руки тонкой кистью. Для этого налил свежей белой красочки в отдельную емкость. И теперь мелкой кистью по фото в интернете пробую скопировать размер и шрифты нужных мне надписей. При некоторой сноровке может получиться как-то так. Продолжение следует... Решил, что будет танк лозы и также добавил надпись на бортах «За Родин», после этого можно нанести немного масляных красок и сколов при желании. Здесь чем больше эффекта вы нанесете, тем потенциально будет более изношенная машина. Кто хочет посмотреть на этот процесс более подробно, советую посмотреть обучающий ролик по Т-34, там есть все этапы сборки и покраски модели. Ну а я двигаюсь дальше, после этого этапа я покрыл опять всю модель глянцевым лаком, чтобы немного выровнять все предыдущие слои покраски, убрать блики масляных красок, а также это очень важно, если вы наносили декаль. Ну и после этого финальная покраска матовым лаком, чтобы убрать предательский блеск. После, по желанию, можно нанести пыль и грязь. На этом, по сути, процесс покраски заканчивается, который в случае с такой маленькой моделькой занимает у меня минимум два дня покраски, если не тупить, а в случае больших моделей процесс покраски может затягиваться на неделе, зависимо от настроения и сложности модели. Хотя, наверное, немного преувеличиваю, в недельку для 35-го масштаба можно легко уложиться. В этот раз не забыл в конце приклеить две фары спереди. Стоят они дороже самой модели за набор, но их хватает на десяток моделей, и выглядят они очень круто. Также совсем слегка запылил пигментами ходовку, получился вот такой маленький шедевр, ну по крайней мере мне танк очень понравился. Теперь бы такой только большой сделать. Конечно, траты на расходники тоже стоят немало, но поскольку они раскладываются на кучу моделей, то в итоге на одну модель не так много и выходит. Кстати, как по вашему мнению, Шерман больше понравился или ёлочный Т-34-85, который я делал на новый год? До скорой встречи, я там потихоньку занимаюсь ИСом третьим и другими моделями, так что ждём. Кстати, во время, когда делал финальные фотографии на Шерман, на него упала лампа, но повезло и буквально рикошетом зацепило модельку. Ещё чуть-чуть и случилось бы прям неповоротное, пронесло. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok